Харизма — иногда всё, что нужно для быстрого успеха. Вот реакция фанатов на Уолтона Гоггенса в Fallout. В момент выпуска первой игры Fallout в 1997 году франшиза стала гигантом. Если не знакомы с серией, каждая игра следует за персонажем игрока, обычно выходящим из хранилища большого подземного бункера, в котором группа людей отступила, чтобы избежать бомб и радиоактивности для исследования обширной послевоенной пустоши ранее была территорией вокруг американского города. Теперь эта концепция приходит на Amazon Prime Video, а сериал Fallout уже на подходе. Amazon предложил поклонникам несколько интересных моментов. Сериал рассказывает об Элли Пернел, Люси из Убежища и следующей пустош. Путешествие Люси будет увлекательным. Внимание приковано к Куперу Гулю Говарду после трейлера. Уолтон Гоггенс в гриме. Здесь валять дурака негде, Волти. Фанаты Fallout знакомы с гулями, людьми, превращенными в диких существ из-за воздействия радиации. Гуль Гоггенса привлекает много внимания, хотя в трейлере его мало. На Reddit актера осыпают похвалами за то, что видели. Один написал, Уолтон Гоггенс делает это достойным. Другой назвал роль бывшей звезды Щ.Щ.Щ. идеальной. Кто-то сказал, что Гуль может соперничать с работой Гоггенса в роли Бойда Краудеров «Оправданные». Какой комментатор советует незнакомым с Гоггенсом готовиться к эмоциональным горкам в Fallout. Один на Reddit говорит, Гоггенс, появляющийся в сериале, знак качества. В конце концов, Уолтон больше, чем просто второстепенный персонаж. Это будет хорошо. Светлая похвала не заканчивается там. Другой на Reddit назвал Гоггенса нациями драгоценность. Пока один фанат попытался разобрать, что именно делает его таким любимым не только в Fallout, но и во всех его проектах. Этот человек пропитан особым видом харизмы, особенно впечатляющим, когда он играет абсолютно отрицательного персонажа, который все же умеет нравиться. Уолтон на улицу Ботан, которые так обожают Гоггенса, только будут рады узнать, что им не просто покажут жуткую версию актера, пробивающую отверстия в плохих парнях и делающую крутые шутки в Fallout. Без грима его будет больше. Он также играет таинственного человека-альтер-эго давностью в несколько веков Купера Ховарда. Если завтра случится худшее, мир будет нуждаться, чтобы вы построили лучший день послезавтра. Судя только по трейлеру, эти две личности довольно разные. Как подтвердил Гоггенс в интервью с Кримрант в декабре 23-го года, он сильно отличается от Вурдалака. Надеюсь, что Купер Ховард все еще есть в Вурдалаке, но это очень-очень-очень разные и одновременно похожие люди. Гоггенс объяснил, что два очень мощных фактора вызвали трансформацию Ховарда «Время» и «Ядерная война». Актер сравнил это изменение с его реальной трансформацией за годы и добавил, к сожалению, он не мог дать много информации о своем персонаже. Больше Гоггенса в роли Вурдалака и Купера Ховарда фанаты увидят, когда Fallout от Amazon Prime Video выйдет 11 апреля.